Привет, друзья! С вами Сорок Тон. И в этот раз я хотел бы немножечко поговорить с вами о близких взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, между молодым человеком и девушкой. Дело в том, что есть один момент, который постоянно у меня встречается. Я в своей практике от знакомых постоянно слышу о таких случаях. Я думаю, ни для кого из вас не секрет, что рано или поздно при любых отношениях, практически при любых, молодому человеку или девушке приходит в голову упомянуть о своих бывших. Все знают, так случается. Так вот, что нужно помнить обязательно при этом? Я сейчас больше обращаюсь к мужчинам и к молодым людям, потому что основная аудитория моего канала мужчины, но девушки тоже слушайте, запоминайте и на себе это тоже прочувствуйте. Итак, молодые люди, я вам расскажу сейчас случай, который мне рассказала моя знакомая девочка. У нее произошел такой неприятный инцидент с молодым человеком. Где-то, я не помню уже обстоятельства абсолютно, он пересекся со своей бывшей, то есть где-то они были там с девушкой и вот там была его бывшая. И он засматривался на нее, то есть уделял ей какое-то повышенное внимание. Естественно, моей знакомой было очень неприятно, она не перестала это скрывать, разумеется. И он начал оправдываться перед ней. Он извинялся и говорил прости, пожалуйста, ты ничего не подумай, разумеется, что было, то прошло, это уже давно все забыто. Понимаешь, просто ну так вышло, просто у нее как бы она эффектная, вот у нее внешность такая, ну как бы вот просто так взгляд привлекает, ты ничего не подумай. Молодые люди, лучше бы он ничего не говорил, чем сказал вот это. Кому-то из вас может показаться, что это оправдание. Дорогая, дорогая, прости, пожалуйста, ничего не подумай, просто она эффектная. А теперь я вам расскажу, как происходит мыслительный процесс у девушки. Только сделаю оговорку. разумеется, какая-то часть из вас скажет, подожди, то есть ты хочешь сказать, что я должен о ней заботиться, там пылинки с нее сдавать. Да она же сама то, она же сама это, она же... Люди, давайте отделять разные вещи друг от друга. Бывают плохие отношения и бывает, когда вы недовольны этими отношениями. И бывает, что вы хотите свою девушку в чем-то поругать, в чем-то наказать. Я это понимаю прекрасно. Но я сейчас разговаривал о другой ситуации. Я хочу, чтобы вы задали себе вопрос, хотите ли вы, там, за какие-то действия или по каким-то другим причинам преднамеренно специально нанести своей девушке, ну, какой-то моральный вред, какой-то дискомфорт ей причинить, какие-то страдания, там, какое-то наказание на ее голову придумать. Хотите? Если да, то можете не смотреть. Но если вы не хотите этого, если вы хотите заботиться, хотите быть хорошим мужчиной, хорошим молодым человеком, хотите, чтобы она вас любила, хотите, чтобы все брали с вас пример, то послушайте, пожалуйста, дальше. Так вот, как происходит у нее мыслительный процесс? Она услышала слово «эффектное». Вы, может быть, об этом не задумались. Но она начинает примерять это слово на себя. То есть, про какую-то девушку сказали, что она эффектная. И все бы ничего. Но, может быть, про меня тоже каждый день говорят, что я эффектная? Вроде бы нет. Подождите, подождите. Как это? Нет, подождите. Давайте задумаемся. Эффектное – это хорошее слово или плохое? Девушки хотят, чтобы про них говорили… Вот по улице идет эффектная девушка. Хотят? Да, хотят. А не все этого хотят. Не все могут. И, понимаете, вот про нее такое сказали. А про меня? И она начинает думать, 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 роется в памяти. Она ищет, где хотя бы кто-нибудь, хотя бы когда-нибудь, превселюдно. Ладно уже, пусть наедине хотя бы про нее сказал, что она эффектная. Никто не сказал. Это значит, что, понимаете, не вы ее убеждаете, что та бывшая лучше. Она сама к этому приходит. Просто, когда вы говорили какие-то слова, у вас был выбор, как это сказать. У девушек, может быть, для вас это покажется чем-то невероятным, тоже есть самооценка. И если у девушки есть гордость какая-то, и вы будете занижать ее самооценку, она обязательно от вас откажется. Она не будет ни с кем. Может быть, не будет другого какого-то спутника жизни. Она будет одна, но она не будет с вами. Потому что вы ущемляете ее самооценку. Нужно с уважением все-таки относиться к девушке. Если она поведет себя плохо, вот тогда спросите с нее. То есть, я не выступаю сейчас там за права женщин, да, что им все можно, а вам нельзя. Нет, нет, нет. Все равны, и каждый должен отвечать за свои поступки. Прошу никого тут не радоваться, что девочки там скажут, о, тут за нас человек выступает. Нет, нет, нет. Все должны отвечать за свои поступки. Но если вы заботитесь, вы скажете по-другому. Придумаете какую-нибудь другую отмазку, либо просто скажете, дорогая, я не прав. И, кстати, это еще одна концепция, которую я хочу вам преподнести. По поводу прав и неправ. Дело в том, что когда возникают вот такие вот ссоры и споры, мужчины и молодые люди, гораздо легче признать, что вы были неправы. Просто, ну, нет свидетелей посторонних. Вы вдвоем разговариваете. Переступите через свою гордыню. Вы неправы. Вы могли сказать по-другому. Вы могли не смотреть на свою бывшую. Или смотреть, но так, чтобы ваша девушка не видела. Я думаю, не каждый из вас прямо святой, какой-то православный человек, который там по Божьим заповедям живет. Хорошо смотрели, но так, что она не видела. Допустим. Но скажите по-другому. Придумайте другую отмазку. И этим вы, ну, сохраните что-то, по крайней мере, не травмируете человека. И так вот, по поводу прав и неправ. Вы признаете, что вы неправы. И говорите, да, я неправ. Но я тебя люблю. Я с тобой. Я знаю, что я тебя обидел. Понимаете? И она успокаивается. То есть, вы признаете, ты такой-сякой, да, дорогая, ты знаешь, да, да. Я в этот раз получился вот такой. И я понял, что я тебя обидел. И я знаю, что я тебя обидел. Нет мне оправдания. Это, ну, я развожу руками. И как она теперь вас будет ругать? Ну, серьезно. Конечно, есть люди очень разные. Кто-то сам себя накрутит, и все, и будет взрыв бомбы. Но более-менее адекватная девушка, она как бы выплеснула на вас свои эмоции. Вы говорите, да, да, это все так. Это все правда. Это все. Я не должен был этого делать. Ну, серьезно. Встаньте на ее место. Вот как она считает. Вы должны были смотреть на свою бывшую? Нет. Вот скажите ей и ее языком. Да, я не должен был смотреть на свою бывшую. И она почувствует, что вы как бы за нее. Вы ее мыслями думаете. Вы ее словами говорите. Это ее успокоит. Она почувствует какое-то облегчение моральное. Она скажет, ну, хорошо, хорошо. Но ты чтобы, вот, чтобы, вот. Да, 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 да. Да, я понял. Я понял. Я был неправ. Вот, вот, вот. И все. Спор пришел к концу. Но есть люди, которые говорят, нет, ты понимаешь, вот, вот, а как ты? А как ты в прошлом году? Или вот, вот тебе все можно, мне нельзя. Или подумаешь, это же ничего не значит. Может быть, с точки зрения логики это ничего и не значит. Я не видел, как вы там на кого смотрели. Может быть, это ничего не значит. Но когда вы говорите «но», понимаете, само только слово «но» употребленное. «Но» это же ничего. Оно переводится как «я прав». Нельзя на меня наезжать. Но люди, вы таким образом себя ставите, произнося вот это слово «но». То есть, да, вот ты такой-сякой, но подожди. Вы сразу себя ставите как «я это делал, но тем не менее я прав». То есть, когда я так делаю, я все равно прав. Я могу смотреть на свою бывшую, а если ты мне предъявишь какие-то обвинения, я тебе скажу «нет, нет, 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 давай рассмотрим. А как ты? А помнишь? А почему мне нельзя?» Вы просто идете на ссору таким образом. Может быть, вы не задумались об этом. Но если рассмотреть со стороны подробно, вы намеренно, направленно идете на ссору. Признайте, что вы не правы. И когда вы придумываете вот такие какие-то отмазки, да, то есть, ну, вот так вот так вышло, подумайте очень о своих словах. То есть, сейчас я вам вот еще в заключение приведу общий принцип того, что произошло. Вы, ну, гипотетически, да, то есть ситуация-то чужая, но вот проецируем ее на вас, вы назвали свою бывшую эффектной. И, да, вот девушка ваша примерила на себя, ее никто так не называл, все, ее грызут комплексы, она там может себя накрутить, накрутить. Как же так? Она может все это морально пережить, не дай бог еще с подругами посоветуются. Вот все опытные мужчины, видавшие виды, сейчас просто за сердце взялись, потому что знают, как это она посоветовалась с подругами, накрутила себе все, это финиш, это не переделать. Пишите в комментариях по этому поводу. Так вот, она переживет эту ситуацию и переживет вас морально в себе и откажется от вас и бросит вас, когда вы еще знать этого не будете. чтобы не травмировать, но лучше вообще, лучше вот действительно просто извинитесь, просто извинитесь, не нужно придумывать отмазок. А общий принцип, как нужно вести себя с девушкой, ребят, по поводу самооценки, я уже заговорил, да, и я хотел вам сказать, что если девушка чувствует каждую секунду, ну, хорошо, рутина, будни, работа, усталость, хорошо, не каждую секунду, но если регулярно, каждый вечер или проснувшись утром с вами в одной постели, желательно, всем вам этого желаю, девушка чувствует, что вы ее любите, что она для вас дорога, что она для вас ценна, что она вас удовлетворяет полностью, что, ну, вы не видите в ней каких-то крупных изъянов. Ну, люди обычно признают, что во всех свои недостатки какие-то есть. Понимаете, если она чувствует, что ваши отношения полноценны, то вы можете сказать, да, ты знаешь, вот моя бывшая там, она в постели была хороша, да, но, ну как, ну, была хороша, но мы ведь с ней расстались, потому что, ну, в других вопросах каких-то она... И девушка будет сравнивать, они всегда сравнивают, всегда, запомните, они всегда сравнивают. Она будет знать, что с ней-то вам тоже хорошо, она как бы чувствует это, вот вы так себя ведете, она понимает, что вам с ней тоже очень хорошо, но помимо этого она вас устраивает и как личность, там, и в бытовом плане, и в плане, там, каких-то, ну, долгосрочных отношений, так, если на будущее, вот он вас оценивает, там, как... То есть, она чувствует себя лучше, чем та бывшая, о которой идет речь. Вы как бы упомянули и вроде бы задели очень опасную тему, обращаю внимание мужчин, очень опасная тема, что она там была хороша в чем-то, тем более в постели. Вот, но, да, вот девушка чувствует, что у нас тут прямо совсем рай, а та только в одном аспекте была хороша. И она чувствует себя спокойно. Если же присутствуют какие-то проблемы в отношениях, что-то не так, что-то не устраивает вас, что-то не устраивает ее, она не уверена, тот ли самый вы человек, с которым она пойдет по жизни. И вы сказали, что вот, моя бывшая, она такая и такая, я ее любил за очень длинные ноги. Это может быть просто началом очень большого кризиса. Это западет ей в душу очень глубоко. Потому что ей не рассказывают каждый день, что у нее прекрасные ноги. А она теперь знает, что ее избранник свою бывшую любил за длинные ноги. Ага, у меня нет длинных ног. Значит, он в любой момент, если та предложит, вернется к ней. Женщины моногамны. Им нужно, чтобы самец был только с ней. Там, если кто-то из совсем юных зрителей не понимает, что такое моногамия. Она и вам этого не простит и сама в себе будет накручивать. Поэтому, пожалуйста, задумайтесь еще, мужчины задумайтесь, а еще раз говорю, женщины, девушки, не думайте, что это вас не касается. Молодые люди, они тоже бывают как бы эгоистичные самцы, которые просто будут, ну, из-за этого сразу их отношение к вам такое слегка сквозь пальцы совсем станет никаким. Есть ранимые молодые люди или, ну, как бы там в чем-то травмированные, ущемленные мужчины, которые тоже им там западет такое в душу, там, вы скажете что-то о своем бывшем. Они тоже, у них самооценка понизится, они просто потом будут не мужчинами, понимаете. Вот ранимые люди, уязвимые, их можно осуждать за то, что они уязвимые, но они не виноваты, они не хотели быть такими. Просто вот таким образом, заранив такой вот комплекс неполноценности, вот такое зерно им туда подбросит, в их ущемленную личность, вы просто убьете мужчину в человеке. Это я вот сейчас к женщинам обращаюсь. Вы убьете в нем мужчину, и он будет, он просто будет деградировать морально, он сопьется и станет алкоголиком, наркоманом, его там сектанты завербуют, что угодно будет. Но он не реализуется в жизни, если вы угнетаете его самооценку. Мужскую самооценку нужно повышать. Ну и мужчины, вам тоже говорю, о женщинах тоже нужно бережно заботиться в этом плане. Так что еще раз призываю вас, задумайтесь об этом. Может быть, вам стоит поговорить со своей женой или со своей девушкой. Подумайте. Может быть, вам стоит показать им это видео. Во всяком случае, многим будет полезно. С вами был 40 тонн. Удачи!